Всем приветик! С вами Светлана, канал Ларец Позитивчика. Я рада вас приветствовать в своей кухне. И я сегодня готовлю курт или лимонный крем. Это разновидность заварного крема. И для начала необходимо подготовить два лимона, которые я предварительно обязательно необходима помыть. И с этих двух лимонов мы будем снимать целью. Это жёлтая часть. Обязательно снимаем только жёлтую часть. Белую мы не трогаем, потому что белая даёт нам горечь. Цедру сняли. И теперь берём лимончики. И вот так вот их раздавливаем, для того, чтобы легче было извлечь из них сок. Можете привлечь к этому делу мужчин. И разрезаем пополам. При помощи соковыжималки или при помощи мужских рук извлекаем сок. И вот цедра готова. Лимонный сок мы извлекли. Берём кастрюльку, в которой будем варить наш крем. Добиваем туда два куриных яйца. Сок у вас должно получиться 100-120 грамм от двух лимонов. Всё это взбалтываем. Добавляем цедру. И так же нам понадобится 110 грамм сахара и 40 грамм сливочного масла. Всё это перемешиваем. И ставим на плиту. На маленький-маленький огонь. Постоянно помешивая. Потому что здесь яйца, чтобы не получился амолед, увариваем до загустения. Вот такой вот консистенции получается корт. Теперь при помощи ситечка обязательно процеживаем его. Убираем цедру. И теперь берём плёночку и в контакт вот так вот прямо накрываем, чтобы на креме не образовалась никакая плёночка. И убираем, даём остыть при комнатной температуре. После чего убираем в холодильник на полчасика. Крем приобретёт нужную нам текстуру. И с этим кремом можно будет работать. Что можно делать с этим кремом? Можно что угодно. Он идеально подходит для такого тортика, как Наполеон, прослойки. Его можно использовать в бисквитных тортиках. Его можно использовать для начинки для капкейков, эклеров. В качестве крема для блинчиков. Вот с утра приготовили блинчики. Этим кремом сверху полили. Замечательно, вкусно получается. Вот и всё. Надеюсь, рецепт вам понадобится, пригодится. Если да, то ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. До скорой встречи. Пока-пока.